Всем доброе утро! А куда мне лучше смотреть? Сюда? Всем доброе утро! Я уже получала на мобильный телефон некоторые такие нетерпеливые смс-ки, что мы не можем подсоединиться. Но я надеюсь, что все на месте. Коллеги, вот я вижу, что вы что-то уже писать начинаете. Я сейчас начну нашу встречу. И, конечно, как всегда, жду от вас обратной связи. Вижу, что некоторые из вас тут пишут. Всем еще раз доброе утро! Всем еще привет! Я опоздал, записи вы есть, в записи мы будем. Предполагается так, что я буду где-то около часа рассказывать вам о половом и психосексуальном развитии, тему вы увидите. и потом ваши вопросы. Где-то в течение тоже получаса. Поэтому старайтесь все вопросики себе там конспектировать, чтобы получить на них ответ. Так, ну, тему вы видите, как я уже сказала, и какие вопросы я запланировала сегодня с вами обсудить. Вы их тоже сейчас видите на презентации. То есть мы поговорим о том, чем отличается половое и психосексуальное развитие. Мы поговорим о том, как формируются сексуальные сценарии и гендерные стереотипы. Немножко более глубоко разберем, как формируются компоненты полового увлечения, что влияет на формирование полового увлечения. Ну и кратенько хочу остановиться тоже на сущности и методах полового просвещения. В чем оно отличается от полового воспитания. Может быть, это даже отдельная тема, но я бы хотела затронуть еще и эти вопросы. Ну, коллеги, вот половое развитие, да, что это такое? Половое и психосексуальное. Собственно говоря, конечно, развитие нельзя отделять одно от другого. Но если мы говорим о половом и психосексуальном, то это как форма и содержание. Половое развитие происходит по, скажем так, очень многое передается от родителей ребенку. И половая конституция в том числе. И какие-то особенности фигуры, мимической мускулатуры, вообще мышц и всего тела передается по наследству. Какие-то еще, может быть, поведенческие моменты. И половое развитие, я вот тут вам написала, это процесс формирования половых признаков человека, который определяет его принадлежность, половую принадлежность. И, собственно говоря, половая дифференцировка пола происходит внутриутробно. Формируется плод мужской или женский. С седьмой недели внутриутробного развития начинается как раз дифференцировка, как мы называем ее, дифференцировка, то есть формируется плод либо по мужскому, либо по женскому типу. С четырех уже месяцев внутриутробной жизни у плода начинают развиваться половые органы внутренние, то есть или семенники, или яичники, они начинают выделять половые гормоны. И под влиянием половых гормонов плод начинает формироваться дальше. Где-то в четырем-пяти месяцах внутриутробного развития формируются определенные структуры головного мозга, которые потом в дальнейшем помогают плоду развиваться, опять-таки продолжать развиваться по мужскому или по женскому типу. Ну и, соответственно, когда ребенок рождается, мы что получаем, что мы видим? Первичные признаки пола, вот я вот написала, и в дальнейшем уже ближе к подростковому возрасту начинают появляться вторичные половые признаки. Это как бы вы, наверное, все хорошо знаете. Здесь, может быть, вопросов особых нет. И мы сейчас пройдемся по стадиям полового созревания, и я на каждой стадии попробую какие-то акценты сделать. Детство, инфантилизм, где-то до 8-10 лет, 10-13 лет. Обратите внимание, D – это девочки, M – это мальчики. Вот такая разбивочка, и вы уже видите, что мальчики несколько позже, у них несколько позже начинаются какие-то проявления, вторичные половые признаки. появляются позже, несколько позже. Хотя сейчас я могу сказать, что дети взрослеют раньше, раньше происходит и половое созревание, по европейским данным, и раньше происходит тоже психосексуальное развитие. Факторов много, но я попробую остановиться на этом тоже. И детство, то есть дальше следует гипофизарная стадия. Обратите внимание, возраст, возраст какой, и в чем она заключается. Еще нет, скажем так, активации половых желез, еще не действуют половые гормоны, такие, их действия начинаются больше, там, после 10-ти где-то лет. Но начинают созревать определенные структуры в гипофизе, и надпочечники увеличиваются в размерах, и под действием вот этих всех процессов начинают выделяться стероидные гормоны, которые, собственно говоря, и запускают вот такой первичный процесс, который наблюдают родители. То есть начинает у ребенка, наблюдается скачок в росте, начинает появляться уже оволосенье, там, по мужскому, по женскому типу, в подмышечных впадинах, потом на лобке и так далее, и так далее. Происходит активация желез жировых на коже. И вот эти вот юношеские угри, прыщи, которые доставляют много неудобств деткам, вот они как раз результат вот этой активации. И много-много других процессов. Иногда специалисты гипофизарную стадию, ну, как бы, знаете, немножко нивелируют, ну, там, еще 10 лет нет, значит, какой еще подростковый возраст, еще ребенок. Но я вам хочу сказать, что именно вот активация гипофиза и надпочечника, она как раз очень сильно меняет эмоциональную сторону ребенка, эмоциональную, психическую сторону. И эмоции становятся совершенно другими. И поэтому это тоже нужно учитывать и родителям, и тем, кто осуществляет профилактику. То есть ребенок вроде бы еще маленький, то есть ему до 10 лет, или там 10 лет, только 9-10 лет. Но, поверьте, у него уже могут происходить вот такая подготовка к пубертату, то есть подготовка к подростковости. Это очень-очень такой важный. И некоторые даже специалисты этот вот период называют таким критическим периодом в жизни ребенка, потому что как раз он находится на стыке между детскостью и вот таким уже началом взросления. То есть очень-очень такой важный этап. Дальше активация половых желез. То есть это о чем здесь речь идет. Активируются яички, активируются яичники, у мальчиков начинается подготовка. То есть уже начинают выделяться половые гормоны. У мальчиков начинается подготовка к возникновению полюций, а у девочек подготовка к возникновению менструации. И, как я уже сказала, сейчас у современных детей эти процессы могут происходить раньше. То есть если, например, раньше у девочек месячные могли начинаться 14-15 лет, то сейчас намного-много раньше это происходит. Аналогично и с полюцией. Это по европейским данным. И, естественно, когда уже мы говорим о том, что начинается действие половых гормонов, это резко изменяет в том числе и психоэмоциональное состояние ребенка. И его поведение начинает уже зависеть от влияния половых гормонов. Вот это вот то, с чем родители часто к нам приходят. Что вчера еще был послушный, нормальный ребенок, и общался с друзьями, и все было хорошо и замечательно. И тут как подменили, что-то с ним такое стало непонятное. Вот это вот оно, вот это то, что мы говорим, начинают действовать половые гормоны. И, скажем дальше, собственно говоря, вот уже после где-то 12 лет, ну так если в среднем брать, ребенок уже начинает, или не продолжает жить на таком гормонально насыщенном фоне, на гормонально насыщенном фоне, именно речь идет о половых гормонах, которые определяют половое поведение и влияют на половые привычки в том числе. Дальше, естественно, если все хорошо и замечательно, и нормально, половые гормоны начинают, вернее, они занимают свое доминирующее действие, ребенок продолжает развиваться, и где-то к 16-18 годам происходит окончательное формирование половой репродуктивной системы, как мы говорим, заканчивается половое созревание. Еще раз повторяю, у современных подростков это может произойти раньше. Вот то, что вы видите сейчас на желтом фоне, красным выделен возраст, ну, естественно, это несколько такие усредненные показатели современные. И вот я вам просто подготовила такой одну из картинок. Вообще, кстати, забегая вперед, когда мы говорим о половом просвещении, если кто-то из вас уже это делает, занимается это, или в консультировании, или, может быть, проводит с родителями занятия, или самими детьми, у вас должны быть вот такие демонстрационные материалы, которые, в общем-то, объясняют половое созревание, объясняют такие элементы полового созревания, потому что наглядно, очень здорово все сразу видно и понятно, чем, например, эта девочка отличается от взрослой женщины, и чем мальчик отличается от взрослого дяди. Ну, здесь я вот нашла картинку просто с девочкой маленькой, и то, что я вам говорила, видите, очень наглядно демонстрируется. Сначала активируется гипофиз, и под его влиянием начинает активация происходить яичников, или яичек или яичников, и все вот те изменения, про которые я рассказала, вот они вот перед вами. То есть все на одной табличке, все очень здорово нарисовано, и это можно обсудить в группе, или с родителями все рассказать, с теми же подростками можно обсудить. То есть все наглядно и хорошо. Я вот, кстати, не сказала еще про увеличение половых органов, это тоже происходит на более ранней стадии, на гипофизарной. Мы сейчас вернемся, давайте еще раз. Вот на гипофизарной стадии. Я вам говорила, что и оволосение, и скачок роста, и железы жировые, и начинают увеличиваться гениталии в размерах. Это доставляет часто очень много неприятных моментов, особенно мальчиков. Они начинают мерить половой орган линейкой, у кого больше, у кого меньше. И здесь тоже нужно рассказывать о том, что мы все растем по-разному, и длина полового органа тоже будет меняться со временем, чтобы снять немножко эти подростковые страхи. А вот у меня меньше, а вот у моего друга больше, и так далее, и так далее. То, что касается возземновения первой полюции у мальчиков и менструацию у девочек, хотя бы несколько слов тоже скажу, о чем говорит полюция. Полюция говорит о том, что как раз организм начинает этот переходный этап от гипофизарной стадии к... Сейчас опять переведу презентацию. Ой, извините, туда немножечко. От гипофизарной стадии начинают активироваться половые железы. И первая полюция она происходит... Ну, вообще просто полюция происходит на фоне каких-то эротических сновидений. Она доставляет... Эти эротические фантазии, эротические сновидения доставляют море удовольствия. И такой непроизвольный выброс семени, он говорит о том, что вот как раз ваш ребенок начинает взрослеть. Поэтому пугать... Многие дети очень пугаются, особенно такие чувствительные мальчики, что это у меня такое, я уже проснулся. Поэтому, конечно, нужно объяснять, что эти процессы совершенно нормальные, они сопровождают взросление. То есть это все нормально, здорово, ты взрослеешь, ты молодец. То, что касается девочек, у девочек как-то вот по моим данным, они все-таки больше готовы к месячным. Хотя, к сожалению, до сих пор есть такие случаи, когда приходит месячная, девочка пугается, она думает, что у нее там рак или какие-то проблемы с кишечником, у нее кровотечение, и вот она умирает. Вот поэтому и в школу я знаю, некоторые коллеги рассказывают, что приходят в школу представители фармкомпании, они рассказывают о тампонах, о прокладках. То есть девочек хоть как-то окучивают, а с мальчиком большая проблема, мальчикам практически никто не объясняет о полюциях, о том, что это нормально и закономерно. Это закономерный процесс взросления. И девочкам, естественно, тоже нужно объяснять о том, что месячные... Это совершенно нормальное явление. Это говорит о том, что ты взрослеешь. Объяснять, подготавливать девочку, чтобы снизить тревожность. И, в принципе, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Я вот вижу тут вопросики. На Украине можно провести исследование по раннему половому созреванию? Я понимаю, что в СССР это сложно сделать, сделайте вы. Да, есть такие желания. Я думаю, что мы это, конечно, сделаем. Потому что сложно говорить. Мы там опираемся на исследования, допустим, Дании. Вот самые валидные исследования по половому созреванию провели датчане. И то где-то в 2001 году. Поэтому сколько лет прошло. Ну да, наверное, у нас есть возможность этим заняться. Так, то, что касается этапов полового, то, что касается психосексуального развития. Эту схему, вот те, кто меня уже знает, кто у меня уже учился и продолжает обучение, эту схему прекрасно знают. Я ее немножечко продолжу. То есть, понятное дело, что на психосексуальном развитии, как я сказала, это содержание. Да, если половое развитие – это форма, то психосексуальное развитие – это содержание. То есть, это то, что мы можем дать и привить ребенку, ну, в том числе, на его личностные особенности. Понятное дело, что, ну так, по большому счету, здесь не хватает еще одной стадии. Потому что то, что происходит внутриутробно, тоже очень важно. То есть, как формируется плод, есть ли какие-то проблемы в формировании плода, в половой дифференцировке, если все нормально и замечательно, ребенок рождается, и, скажем, вот у него одна из глобальных задач по началу его развития заключается в осознании своего пола. и где-то к пяти годам, ну, это в среднем, конечно, можно так сказать, к трем, к пяти годам ребенок уже совершенно четко знает, что он мальчик или он девочек. Ну, это вы делали. И дальше формируется, ну, даже не дальше, эти процессы, они происходят, как бы, дополняя друг друга, скажем так. Осваивается половая роль и формируется половое влечение. Потом переходный период, это уже где-то после 18-24 лет. И вот там, где вопросики стоят такие, это уже сформированная зрелая сексуальность, дальше идет инволюция. То есть я хотела показать вот этим вот слайдом, что психосексуальное развитие, оно, собственно говоря, продолжается всю жизнь. То есть даже взрослые люди могут меняться. Это, кстати, очень важная информация, потому что некоторые считают, что вот если они, женщины, вот они созрели, допустим, они уже замужем, у них есть дети, и у них что-то не получается в интимной сфере, значит, уже ничего сделать невозможно. Сделать можно всегда. Если было бы желание, было бы осознание, что есть определенные проблемы, которые нужно решать. Когда формируется сексуальная ориентация, мы сейчас немножко позже к этому подойдем, конечно. Так, и поэтому я, прежде чем буду говорить о каждой стадии, то есть, коллеги, вот еще раз, сейчас вернусь к слайду предыдущему, вот я сейчас буду каждый вот этот этап, каждый этап буду немножечко более глубоко разбирать. И в том числе вот половое влечение, сексуальная ориентация как раз будут вот в этом разделе. Так. Как происходит процесс развития вообще? Я вам сказала, что половое психосексуальное развитие это только части целого развития общего, да, и это и психоэмоциональное развитие, это и социальное обязательно развитие в том числе. И, соответственно, оно происходит путем реализации потребностей. Вы видите пирамиду Маслоу, знаменитую пирамиду, я ее всегда использую в своих презентациях, чтобы так немножечко вспомнили психологи, социальные работники, и просто родители посмотрели на все потребности, которые у нас есть. И любая потребность должна быть реализована, причем в идеале она должна быть реализована с удовольствием, с радостью, с интересом. Потребность любая начинает реализовываться, когда формируется установка. Установка – это готовность воспринимать какие-то новые события в жизни. Вот если мы возьмем половое развитие, о котором я вам уже говорила, эта готовность воспринимать свое тело, все реакции, которые происходят, она существует. Другое дело, насколько мы, взрослые, готовы ребенку говорить о тех явлениях, которые с ним происходят. Насколько мы готовы, и что мы делаем для этого. Говорим мы, рассказываем, или мы оставляем ребенка наедине со своими переживаниями, со своими вопросами. И, собственно говоря, вот этот интерес, то есть мотивация, интерес, заложенный на уровне даже безусловных рефлексов, гипоталямусе. И действие, то есть ребенок, хотим мы или не хотим, он все равно будет искать ответы на вопросы, на свои вопросы, которые ставят ему жизнь. Он взрослеет, он что-то испытывает, начинает новое, и какие-то новые переживания начинаются, и, соответственно, он ищет ответы на возникающие, связанные с этими переживаниями, вопросы. Поэтому, хотим мы или не хотим, если, например, ребенок где-то застревает, если вот он чувствует себя, например, не чувствует себя в безопасности, или он чувствует себя одиноким, понятное дело, что это сказывается на его психосексуальном развитии. Так, и вот теперь по стадиям. По стадиям. Ну, я могу сразу с вам сказать, что вот 1-7 лет, возраст, это очень условное деление, но, тем не менее, где-то в среднем, это где-то в среднем это так. У кого-то раньше, у кого-то позже несколько начинается, и заканчивается этот этап полового самоосознания. И обратите внимание, обратите внимание, каждый этап происходит как бы в два, тоже в два этапа, или в такая, есть некая фазность. Сначала вырабатывается готовность воспринимать, как я уже говорила, какие-то события новые, а потом это должно закрепиться на уровне уже новой привычки. Вот я сейчас еще раз верну вас к схеме, чтобы вы окончательно поняли то, что я хочу сказать. То есть установка, то есть восприятие нового чего-то. За ним следует реализация этого интереса в каких-то поведенческих паттернах. И вот обратите внимание, то есть на первой фазе основные проявления сексуальности это понять, осознать принадлежность к полу, к мужскому или женскому. И во второй фазе вот все то, что любые подглядывания, рассматривания гениталий своих, взрослых, какие-то картинки, книжки, я не знаю, передачи, все-все-все это естественно представляет очень большой интерес, потому что любопытство бешеное и ребенок хотим или не хотим он будет эту информацию выискивать. чтобы в принципе закрепить свои знания кто же я и четко уже, как я уже сказала, где-то к 5-7 годам знать свою принадлежность. Следующая стадия, хотя здесь я и написала 7-13 это в среднем, она начинается намного раньше, естественно, у современных детей тем более. В эпоху интернета все вообще происходит раньше, все развитие. полуролевое поведение. На первой стадии, на первой фазе происходит выработка полуролевых установок, то есть готовность воспринимать, что они готовы воспринимать, кто я. Даже это первый вопрос, кто я, и потом какой я должна быть, или кто я, каким я должен быть. Мальчики, девочки осваивается половая роль. И, соответственно, каким образом она может освоиться и закрепиться половая роль. Понятно, через игры. И вот сексологи называют вот эти игры такие сексуально-социальными играми, потому что это игра и в доктора, которому все показывают, все рассказывают. Это игра в дочке матери, где, скажем, девочки играют роль подруг, матерей с куклами и так далее. А мальчики роль отцов. И происходит такая, то есть этот этап еще называют этапом социализации, потому что дети в этом возрасте, ну, немножечко раньше даже, вот здесь цифра 7, может быть, некоторых из вас смущает. это, конечно, происходит еще в садике, и они уже в садике начинают играть в эти все игры, вы это прекрасно знаете, и поэтому здесь еще наблюдается такая вот сегрегация, то есть мальчики с мальчиками, девочки с девочками, чтобы обсудить, вот такие, действительно, проиграть, отыграть и понять вот половую роль девочек, мальчиков. многие специалисты даже пишут о формировании таких двух половых культур женской и мужской, вот в таких вот группах, гомогенных группах, это тоже такой очень важный этап, и ребенку нужен садик, и в частности для этого, чтобы происходила правильная социализация, чтобы ребенок осваивал половую роль. Так, як расповесты длитыны всеми уроки доберутся гиты щебной травмуватой психику. Я об этом обязательно позже расскажу. Угу, так, хорошо, мы идем дальше. Я сразу, коллеги, читаю ваши вопросы, чтобы сориентироваться. Так, но я так получу возможность их потом всех еще раз осмотреть, чтобы на все ответить. Идем дальше. И вот мы приближаемся к половому увлечению. Это тоже очень такой важный момент. Обратите внимание на возраст. Обратите внимание на возраст. Он тоже происходит в несколько этапов, и в три этапа. В три этапа. Первая стадия платонический, эротический и сексуальный компонент. Вот сейчас мы попробуем пройтись по всем компонентам. Скажем так, вы обратите внимание, что каждая стадия тоже распределена на две фазы. Эта фазность в психосексуальном развитии очень важна. Я бы хотела, чтобы вы это вынесли для себя. Фазность, то есть сначала готовность, эта установка формируется, готовность получать, воспринимать новую информацию, а потом реализация. Это важный, важный очень момент. И вот посмотрите, первая фаза обожания, платонические мечты, фантазии, изменяется даже характер сновидений у детей как раз под влиянием половых гормонов. Я про это уже тоже вам рассказываю. И вторая стадия, это уже собственно вот эти игры, такие ролевые, но они уже окрашены эротически, романтически. Уже какой-то есть такой окрас, то есть я вам говорила, что меняется эмоциональное состояние, и поэтому дети, вот эти первые кстати влюбленности специалисты как раз относят к возрасту 10 лет. У ребенка может еще не быть характерных изменений, которые происходят под влиянием половых гормонов, и родители такие в спокойном состоянии еще находятся, не переживают ни о чем. А ребенок в 10 лет уже переживает влюбленность. И многие родители если например слышат от ребенка, что он переживает такое состояние, глятает, все это ерунда, ты вот вырастешь, потом влюбишься по-настоящему. А на самом деле не мешайте ребенку, пусть он переживает это состояние влюбленности, это очень важный момент. Это как раз начинает привносить такую окрашенность, романтизацию в отношения. Это очень хороший классный компонент, вообще компонент любви. Если его проживать классно нормально, то тогда не будет просто, знаете, такой установки, которая есть у многих взрослых. Только секса, ничего больше. И никакой любви. Я не знаю, что такое любовь. Вот поэтому не мешайте ребенку, помогайте ему, спрашивайте про объект любви, немножечко с ним поговорите об этом, пусть он вам расскажет. Потом объект любви поменяется. Вот, но вот это само, цените само вот это переживание, что ребенок это переживает, это здорово, чтобы он потом не обесценивал вот эти вот свои романтические такие страстные переживания. Следующая стадия, вторая, эротический или романтический компонент, когда уже появляются фантазии, направленные на пару, на, скажем так, вот, на какие-то встречи, на фантазии, связанные с... Опять-таки, здесь тоже вот это вот любовная стадия, она продолжается, она только набирает обороты, но вот эти фантазии, они уже требуют такого разрешения более серьезного, и вот посмотрите, я вам здесь пишу, уже появляются определенные такие, такое сексуальное взаимодействие, это и петинг, и поцелуи, поцелуи, как разновидность петинга. И, да, кстати, многие специалисты путают, петинг – это ласки, прикосновения, поцелуи всего тела, исключая контакты гениталий, потому что я вот встречала в интернете не очень корректное определение петинга, вот я вам назвала, как это правильно звучит, и, собственно, хотим мы или не хотим, но подростки в этом возрасте, они, конечно, вот это свое желание, вот это эротические, романтические переживания, они начинают реализовать вот путем таких прикосновений, это нормально, это нормально, это тоже к опыту, очень хорошая такая прибавка к опыту, и, соответственно, мастурбация. Пара слов о мастурбации мальчиков, девочек, собственно говоря, здесь вот как раз уже прослеживается двойной стандарт, то, что можно мальчикам, потому что есть пенис, и он прикасается к пенису, значит, в принципе, мастурбация более-менее разрешена. Девочкам нечего руки ниже пояса опускать, то есть это вот такие родительские пожелания, часто в такой ультимативной форме, нечего там делать, ниже пояса руки не опускать, и, соответственно, девочки по статистике меньше мастурбируют, хотя, я, знаете, я вам скажу, что современные девочки, они уже тоже учатся обходить все эти запреты, находят время, когда родителей нет, тем более, они сейчас все висят в интернете, они смотрят программы, смотрят какие-то, особенно в Инстаграме, там делятся какими-то своими мыслями, переживаниями, и поэтому девчонки сейчас тоже подтягиваются, тоже начинают себя изучать и мастурбировать. Меня часто спрашивают о том, что, если, например, мастурбация возникает до 10 лет, до подросткового возраста, вроде в подростковом возрасте понятно, это обусловлено, это обусловлено лением половых гормонов, это обусловлено процессом познания себя, половым возбуждением, в конце концов, начинает, потому что без, скажем так, мастурбации, она может служить мостиком к возникновению уже, сейчас я просто слайд перелесну, к возникновению сексуального компонента, когда на фоне сексуальных сновидений, сексуальных фантазий возникает уже желание близости, и дети совершают половые акты, получают определенное удовольствие и так далее. Вот, то есть сейчас опять вернемся к мастурбации, поэтому давайте мы попробуем сейчас разобраться детская мастурбация и подростковая, которая, как я уже сказала, нормальная, она ожидаема. Детская мастурбация, к сожалению, сейчас участились случаи, и мне очень часто звонят и спрашивают коллеги, и специалисты, ученики, родители, о том, что вот там девочка, дочка моя рассказывает историю, или мой сын, ему там 8, ему 7, 5 лет, и вот мастурбация. Знаете, это скорее всего о чем? Скорее всего это о том, что вот ранимые дети, очень чувствительные дети, дети, которые чувствуют себя одинокими, вот они прибегают, это такой бессознательный импульс, они ищут в теле зоны, вот эти эрогенные зоны, которые еще спят, они их находят, происходит определенное просто внимание, эмоциональная разрядка, потому что речь не идет о половом возбуждении, происходит эмоциональная разрядка, и на какое-то время им становится легче, то есть они снимают вот эти острые переживания, связанные с ощущением одиночества, там, брошенным, чувством брошенности, непонятости, и так далее, и так далее. Если мы говорим о мастурбации уже в подростковом возрасте на фоне влияния половых гормонов, то здесь, конечно, снимается половое возбуждение, в том числе, такая происходит половая разрядка, психоэмоциональная половая разрядка, связанная, опять же, с влиянием половых гормонов. Здесь мастурбация носит совершенно, скажем, иной характер. Но если ваш ребёнок замыкается и фиксируется на мастурбации, это тоже, в принципе, очень опасно, потому что он может замкнуться на этом, на самом удовлетворении, и у него нарушится такая функция, как функция общения. То есть, вы же сами понимаете, что в этом возрасте ребёнку очень важно научиться свою сексуальность развивать через общение со сверстником. То есть, научиться реализовывать её путём общения, разговоров, даже специфический язык, то есть, как называть те же гениталии, как называть всё то, что с тобой происходит, как это всё обсуждать, стоит ли не стоит. Дальше, как девочке, например, какие навыки должны быть, как девочке объяснить и рассказать, что она его привлекает, и он хочет, например, с ней встречаться, дружить, общаться, что его манит к ней. Ну и то же самое касается девочки. То есть, много-много вопросов, которые предстоит, что называется, отточить. И если ребёнок замыкается на себе, конечно, он эти вопросы пройти не сможет. А это очень-очень-очень печально потом выливается в такую отгороженность, неумение создать партнёрские отношения, семейную жизнь тоже наладить и так далее, и так далее. Так, и ещё я хотела пару слов сказать. Вы видите, во второй фазе я написала вам, что начало половой жизни, ну это, скажем так, так принято говорить начало половой жизни, но скорее мы говорим о периодических половых связях, потому что в этом возрасте связи недолгие, они распадаются, как правило, потом формируются новые, и это тоже как бы понятно, почему так происходит. и вот чередование сексуальных эксцессов и периоды воздержания мастурбации, это вот очень характерно для подросткового возраста, когда ещё не сформировалась пара, потому что действительно, если, например, нет сексуального объекта, нет отношений, а половое возбуждение достаточно велико, как его сбросить? мастурбация, потом, например, появилась партнёр, партнёрша, и особенно вот у мальчиков мы говорим о сексуальных эксцессах, то есть количество половых актов, которые они могут совершить за ночь, и в юношеском возрасте, вот в эпоху, в возрасте такой гиперсексуальности этих эксцессов может быть очень много, то есть, опять же, зависит от половой конституции, это может быть пять, семь, десять, и больше половых актов за ночь. Потом взрослые мужчины на приёме рассказывают, что вот я раньше мог, а сейчас я один в неделю и уже дальше никак. Понятное дело, потому что это как раз связано с тем, что юноши воздерживаются, копят свою сексуальную энергию, потом, скажем так, когда появляется сексуальный объект, они её изливают. Мало того, у юноши очень часто повышен уровень половых гормонов, и это им позволяет реализовывать свою сексуальность и проводить много-много-много половых актов. Но опять же, это при условии, если здоровье позволяет, конечно. Но у юноши всё-таки в большинстве случаев здоровье пока ещё нормальное. Они начинают его терять несколько позже, где-то после тридцати. вредные привычки и прочее, прочее, прочее. Хочу добавить ещё про воздержание в подростковом возрасте. Знаете, вот некоторые специалисты, они как-то очень буквально воспринимают слово воздержание. Мы учим детей воздержанию в таком плане, что если ты не уверен сейчас в партнёре, то лучше воздержись сегодня. Будешь готов, ты всегда сможешь это сделать позже, когда будет действительно желание. Потому что дети стремятся в сексуальные отношения, средства массовой информации внушают такой паттерн, что если ты кому-то нравишься или тебе кто-то нравится, то это, конечно, очень круто сразу заняться сексом. Наша с вами задача, коллеги, всем, кто занимается поводом просвещения, сейчас мы немножечко пролистнём, удержать детей на стадии эротической, на стадии эротического влечения. Вот она, вот она, где у нас она, вот эротическое, романтических переживаний, то, о чем я вам говорила, чтобы они научились друг с другом обсуждать все темы, касающиеся их отношений друг к другу, разить какие-то общие ценности, ценности, парные ценности, и постепенно, постепенно прийти к половой жизни. Это очень важный момент. Вот, и теперь я хочу вам кратенько вот, как бы попыталась собрать основные такие факторы, которые влияют на развитие ребёнка. Так, сейчас смотрю, что тут дальше. Так, всё. Значит, да, а гендерные принадлежности тоже вот я буду говорить. Значит, факторы, влияющие на развитие ребёнка. И как мама вообще беременна, насколько осознанной была беременность. Как она проживала? Есть такие понятия из перинатальной психологии, то есть периоды проживания беременности. Неправильно, не периоды проживания, а то есть как она, стили проживания беременности. стили. Она действительно это делала осмысленно, она общалась, разговаривала с ребёнком. Или она занималась своими делами и так время от времени вспоминала о том, что беременна. Как протекали роды? Самостоятельно ли это было кесарево сечение? И первые полтора-два месяца после родов, период новорожденности, насколько мама посвящала ребёнку время. Это период новорожденности и первый год жизни, я бы так ещё сказала, тоже очень важны. Когда формируется эмоциональная привязанность к матери, очень важен материнский ответ. Мама должна жить жизнью ребёнка особенно с полтора-два месяца после рождения. Создать ему по сути внутриутробный этап существования. Тогда у ребёнка сформируется базовое доверие к миру, не будет такой психологической депривации, ощущения брошенности. Когда мама им не занималась, когда мама может быть даже и кормила, скармливала грудным молоком, но не смотрела на него, не уделяла внимания, не пила ему песенки, не шептала, не прикасалась, не целовала. К сожалению, такие мамы тоже бывают. Дальше тип конституции, я об этом уже говорила, тип нервной системы, четыре типа нервной системы мы знаем, и согласно типу нервной системы потом образуется уже психотип ребёнка, 16 психотипов мы знаем. Процесс воспитания, взаимоотношения между родителями, наличие помощи психологической, в том числе, если медицинской, мы ещё знаем, что она худо-бедно осуществляется, то, насколько я знаю, не во всех поликлиниках есть психологи, не во всех детских центрах есть психологи, хотя сейчас тенденции хорошие, психологов всё больше становится, но я знаю, что по своей практике мне часто звонят родители и спрашивают «Лена Анатольевна, посоветуйте хорошего психолога». Ну, значит, наверное, не всё в порядке. Хотя мне очень нравятся такие тенденции, что родители уже понимают, что психолог нужен. Это очень хорошо. Потом ходит психологу и мама, и ребёнок её. Желательно ещё и папу подтягивать. Тоже вариант. И обратите внимание от типа сексуальной культуры в обществе. Я немножко позже этого коснусь. Картинки и звука нет. Серёжа, здесь что-то такое. А мне что делать? Это у кого-то, да? То есть собственно мне продолжать? Не помогло, нет. Я смотрю у нескольких. Я вроде ничего не трогала. что-то сейчас есть. Так. Ну, мне сказали, что можно продолжать. и вот сейчас давайте вернёмся. Я просто не знаю, на каком. Факторы, влияющие на развитие ребёнка. Вот, как я уже говорила, процесс воспитания, характер взаимоотношений между родителями очень важны, потому что ребёнок, вот я вам когда говорила о психосексуальном развитии, мне сказал очень важный момент. Ребёнок, взрослея, формируясь, пока он ещё не вылетел из родительского гнезда, он всю информацию берёт от родителей или от тех людей, которые заменяют родителей. И как они общаются, что они говорят, о чём они говорят, как они разговаривают и общаются с ребёнком, насколько они позволяют себе комментировать все те процессы, которые происходят с ним. То есть все вот эти факторы очень влияют на психосексуальное развитие. И вот тип сексуальной культуры сейчас мы подходим к очень важному моменту, потому что я вижу, что много вопросов, касающихся именно этого, так или иначе. Что такое сексуальная культура? Это часть культуры вообще в обществе, то есть это отношение общества к сексуальности. И мы сами того не замечаем, но от типа сексуальной культуры зависит то, как мы своих детей воспитываем в отношении реализации сексуальности. То есть мы им о процессе взросления. Мы пугаемся, если дети начинают задавать вопросы, откуда я взялся, например, или почему у девочек писья такая, у мальчиков писья такая, что-то какие-то, еще другие вопросы. Для нас они очень чувствительные, эти вопросы могут быть. И скажем так, вот я тут попыталась собрать такие основные моменты, которые хотела бы обсудить с вами. Вот что у нас все-таки мне кажется больше такой тип патриархальной сексуальной культуры еще остается. То есть доминирование мужчин и такое второстепенное положение женщин. Или там очень четкое разделение. То есть женщине кухня, хозяйство, материнство, сексуальность естественно, привлекательность, а мужчине заработок. только вы не подумайте, что я скажем сейчас там скажем четко хочу вам навязать какие-то там стереотипы. Нет, я просто вот рассуждаю, вам тоже предлагаю порассуждать, задуматься о двойном стандарте. Что можно мальчикам, что нельзя девочкам. Я вам уже приводила пример. Мальчикам можно заниматься мастурбацией, в принципе это более-менее понятно, почему девочкам этого не нужно делать. Мальчик, если мальчик с девочкой встречаются, и потом что-то случается, девочка беременеет, но сама виновата. И так далее. То есть гендерные мифы и стереотипы, я вам немножко позже покажу, я их пособирала с многочисленных тренингов, вот то, что говорят подростки. что такое гендерные мифы и стереотипы, мы с вами знаем, когда формируется половая роль, и вот это формируется и социальная роль, то есть я девочка, я девушка, я мальчик, я мужчина, я юноша, и как мне себя позиционировать в обществе, то есть такой социальный пол, гендер. И очень много стереотипов связанных с тем, какой должна быть женщина, каким должен быть мужчина, какой должна быть девушка, каким должен быть юноша. И собственно говоря, вот по этому отношению к сексуальности, если, например, у родителей была такая табуированность, то, естественно, они будут что? Прививать детям те же сценарии. Если родители, вы знаете, есть еще другая крайность, я сейчас очень много встречаюсь с другой крайностью, когда родители, например, ходят дома раздетыми, полностью, голыми, вот, и они такой прививают культ тела, совершенно забывая о том, что определенная интимность должна присутствовать. Прививать интимность тоже, это важно, это вопрос и границ личностных, и сексуальных тоже. Потому что такой ребенок, представляете, да, где родители ходят раздетыми, и вот он приходит в садик. И что он демонстрирует? Он же будет демонстрировать то, что демонстрируют ему родители. Поэтому эти правила полового поведения тоже воспринимаются через ребенком, через отношения с родителями, из семейных сценарий. То есть сексуальная культура, она влияет на сексуальный сценарий родителей, который они потом прививают своим детям. И очень часто, поверьте, детям потом очень трудно избавиться от сексуального сценария, который им навязали. И часто навязывается, как я уже говорила, именно такая табуированность. Сейчас немножко дальше, что-то зависает. Сереж, что-то с презентацией не подходит, не идет. Это связь, наверное, да, или что-то? Что-то не хочет вернуть вот сюда. Видите? Ага, спасибо. Спасибо большое. Вот. И я здесь тоже попыталась выписать, вот что же формирует семейный сценарий. Мы, в принципе, так или иначе уже проговорили личностные границы и самоидентичность, кто я, и какой я должна быть, или каким я должен быть. И некоторые исследователи говорят, что где-то с пяти лет, с пяти до восьми лет у ребенка формируется образ партнера. То есть вот это то, о чем я уже говорила вам, что они наблюдают за родителями, за их взаимоотношениями. И у них сформируется бессознательный образ будущего партнера, то есть так называемая любовная карта, по которой они потом уже будут выбирать, считывать информацию с окружающих людей и выбирать по этим признакам полового сексуального партнера. И, соответственно, определенные ценности установки в отношении жизни вообще и в отношении сексуальности в частности. Что важно во взаимоотношении? Важна любовь или важны сексуальные только отношения или что-то еще другое. Об этом я вам тоже уже немножечко рассказывала. Дальше. Вот я вам предлагаю такой небольшой тест пройти. Хотелось бы, чтобы вы мне дали знать, видите ли вы все его, и очень хотелось бы вашей обратной связи. Найдите, пожалуйста, несоответствие. Кто-то пишет, кто-то не пишет. Посмотрите. Ну, я буду надеяться... Ага. Я буду надеяться, что... Может быть, напишите мне что-нибудь? Что вы нашли, что вы увидели? Несоответствие. Ну, хорошо. Мне бы хотелось, конечно, обратную связь получить, но пока я ее не получаю. Посмотрите, пожалуйста, на гениталии, на половые органы мальчика. Вижу картинку... А, ну неотчетливую картинку вижу. Ну, хорошо, тогда я прокомментирую. То есть, вот гениталии мальчика. То есть, более-менее прорисованные яички и пенис, половой орган. Так? Половой член. Вижу, да. Девочек нет. О, да. Да, Анжела. Вот это я про то. У девочек ничего нет. Вот это двойной стандарт. Это я нашла в книжке. Как устроено твое тело, называется книжка. И есть книжки, где вообще у мальчика, у девочек этого ничего нет. Но тут просто явное такое несоответствие. То, что пенис есть, а то, что у девочки там спрятано, зачем про это говорить, оно же спрятано. Вот это про то. И вот, как я обещала, гендерные стереотипы. Что-то очень плохо грузится презентация. Вот прочитайте сами. Это минимум, который я собрала, и можно продолжать и больше, и больше. То есть стереотипы, они, скажем так, мешают индивидуальности человека. Это мы понимаем. Стереотипы из «жить» невозможно. Они всегда будут, потому что любое общество ждет от человека того или иного пола, какого-то соответствия ожиданиям общественным. Поэтому женщины Украины должны быть такими, такими, такими. Мужчины Украины должны быть такими, такими, такими. И, соответственно, единственное, что мы можем давать, что мы можем делать, что мы можем прививать, это просто что? Расширять репертуар реагирования, выходить за рамки ожидаемой роли. Опираться на индивидуальность. И вот если я написала внизу слайда, примерка гендерных стереотипов, вот как раз она происходит в подростковом возрасте. А уже по мере взросления формируется гендерное мировоззрение, и потом всю жизнь сопровождает человека. То есть чем старше человек, тем труднее ему справиться со своими какими-то мифами и комплексами. Он будет их, они будут уже определять все его поведение, всю его жизнь. И, соответственно, своим детям он будет внушать в категоричной форме, такой взрослый, ригидный человек, как нужно правильно себя вести. То есть жесткие-жесткие совершенно рамки будет создавать. Это тоже, конечно, неправильно. И вот так. Ну я больше не дождалась обратной связи. Ну ладно, будем надеяться, что вы что-то увидели. И теперь то, что касается полового просвещения. У меня уже не так много времени осталось. Вы готовьте, пожалуйста, вопросы. То, что касается полового просвещения, чем он отличается от воспитания полового, кто его проводит и сущность его. Я немножечко уже проговаривала про это. Если половое воспитание, как ни крути, должны осуществлять родители. Потому что сам процесс воспитания – это каждодневное общение с ребенком. Это не просто разговоры. Это ваше поведение, поведение родителей, которое ребенок невербальное, которое ребенок считывает, подсознательно считывает. И чем младше он, тем менее осмысленно он это делает. Но потом это все накапливается. Накапливается считанная информация. И он начинает строить свою жизнь с учетом вот этих вот уже образов, которые сформировались, считывая поведение родителей. И, соответственно, конечно, поэтому, так строго говоря, половое воспитание должны осуществлять родители. И все те воспитатели, которые находятся близко к ребенку, это и в садике должны осуществлять, и в школе в какой-то степени. То есть воспитатели и медики те же. Вот они должны так или иначе рассказывать ребенку о всех событиях и явлениях, которые с ним происходят в процессе взросления. Но вот то, что я говорила про родителей еще раз, это действительно половое воспитание. То, что касается всех остальных воспитателей, это скорее половое просвещение. То есть все вопросы детей связаны с полом, с принадлежностью к полу, с формированием половой роли, гендерной роли. Все эти вопросы специалисты окружающих подростков должны уметь ему преподнести, рассказать, объяснить, научить. Вот я вам нашла картинку, где показаны и собрала вопросы, которые на первой стадии психосексуального развития волнуют детей, и на которые мы, специалисты, должны ответить. Вот осуществить половое просвещение, как я сказала. Вот это вот анатомически правильные куклы. Видите, пениталии есть. И вот вопросы. Я не буду их читать, вы сами их видите прекрасно. Может быть, конечно, мы можем что-то продолжить еще. Что-то вы продолжите. То есть на эти вопросы без запинки, без покраснения мы должны уметь отвечать. Ну как мы, воспитатели и родители. Правила гигиены обязательно девочкам прививают мамы, мальчикам, папы. Это в идеале. Почему? Потому что тогда, если это делают родители с детьми своего пола, то тогда легче происходит половая идентификация. Девочку через маму, мальчика через папу. Так, сейчас дальше. Очень долго грузится, но... Я вам рассказываю про демонстрационные материалы, пока грузится. Хочу показать один из таких материалов тоже. Вот как ответы на вопросы. Видите, анатомия, физиология. Вот по этим картинкам можно все рассказывать. Рассказывать ребенку о строении. Потому что, вот я анализировала книжки детские, очень хорошо описываются все органы и системы, исключая, опять же, гениталии. Это же тоже, в общем-то, тип сексуальной культуры. То есть табуированность сексуальных проявлений, табуированность сексуальности. Как будто бы то, что ниже пояса, у нас не существует. Вот. И очень часто встречаюсь с моментами, когда девочки не знают, как назвать то, что у них находится в районе промежности, называют это писей или просто промежностью. Это называется вульва, туда входит головка клитера, прикрытая кожным капюшоном, малые половые губы, большие половые губы, отверстие уретры и вход во влагалище. Вот это все называется вульвой. Ну и так далее. То есть вопросы, если, например, у детей возникают, на них, конечно, может быть, более полно могут ответить медики, те же педиатры, допустим, которым вы водите своих детей. Но самые элементарные вещи, просто рассказать, показать, что такое матка, влагалище, из чего состоит. Матка, влагалище, это все может сделать любой человек, любой профессии. Здесь не нужно семипядии во лбу. То же самое касается и юношей и мальчиков. Потому что я в своей практике сталкиваюсь, что дети не знают элементарных вещей, да что дети, взрослые не знают элементарных вещей в отношении своего строения. Это все тоже, коллеги, последствия сексуальной культуры, табуированной. И то, что касается вопросов второй стадии психосексуального развития, когда происходит формирование гендерных стереотипов в том числе, вот я вам собрала вопросы, перечень вопросов, может быть, вы что-то еще добавите, но вот основные моменты, да, какой, каким должна быть мальчик, девочка и так далее, и так далее, что делать, чтобы понравиться, вот интимность, я вам про интимность уже тоже немножечко рассказывала, чтобы формировалась в идеале у девочек большой мощный радикал феминный, у мальчиков маскулинный, ну, в идеале, скажем так. И очень хорошо, когда половая и гендерная идентичности совпадают. Тогда действительно у такого подростка больше шансов создать нормальные гармоничные отношения. И вот я вам собрала тоже информацию, вот этот минимум, миниморум информации, в которой нуждаются наши дети и подростки. Вот на всех этапах развития, про которые я вам рассказала. Вот просмотрите тоже. И обратите внимание, взаимоотношения здесь начинаются не с сексуальности, а именно с дружбы, с такой романтизацией, о которой я уже говорила. Вспоминайте первую влюблённость, десятилетнюю и так далее, дружба, симпатия, любовь, сексуальность. И только потом уже там риски, связанные с ранней половой жизнью и так далее. Семья, родительство, планы на будущее и так далее. Вот это всё то, тот минимум информации, который необходимо давать ребёнку. И вот здесь я вам приготовила такую анкету, которую вы пройдите сейчас сами. Потому что даже если вы не родители, а вы просто занимаетесь детьми, вот посмотрите эту анкетку и ответьте на вопрос. Как бы вы, как родители, например, на неё ответили в отношении ваших детей? Я замолкаю на несколько минут. Просмотрите и ответьте. Да или нет? Да или нет? Вы знаете, когда я её проводила неоднократно с группами родителей, у меня были мастер-классы с родителями по поводу детской сексуальности. И я могу сказать, что многие родители после вот этой анкеты просто были в таких расстроенных чувствах. Ой, а мы вот это не делаем, а мы вот это не делаем, а вот это вот мы тоже давно не делали. Она, кстати, очень помогает вам структурироваться. Вот это всё, опять же, тот минимум, который нужен ребёнок. Хотим мы этого или нет? Потому что, потому что, сейчас опять открывается, открылась, гармоничное развитие, если мы говорим о гармоничном развитии ребёнка, родители должны создать безопасное семейное пространство любви. Вспоминайте пирамиду потребностей. Развитие происходит тогда, когда ребёнок чувствует себя нужным, любимым, находится в безопасности, а не только, что вы там обеспечиваете ему хорошую еду, сон и так далее. Он должен чувствовать, что он нужен, что им восхищаются, что его любят. И, скажем так, вот я тут описала, телесный, эмоциональный контакт, я думаю, что я про это уже говорила. Для чего нужен телесный контакт? Тоже рассказывала. Проводить вместе время. Пояснять, имеется в виду то, о чём я уже тоже рассказывала. Пояснять, отвечать на все его вопросы. Даже если вы, например, не можете ответить на вопрос сейчас, то вы скажите, что вы поизучаете, вы спросите, то, что вы, например, не врач, и вы не можете на такой-то вопрос ответить. Поэтому я обязательно это уточню и тебе расскажу. И это очень здорово. Дети это очень здорово воспринимают. Они видят вашу готовность общаться с ребёнком. Слова поддержки, помощь по возможности, если ребёнок не нуждается. Подарки не просто лишь бы завалить ребёнка, а по заслугам. Допустим, он чего-то заслужил, что-то сделал, и вы ему подарили подарок, вы рассказали, почему вы это сделали. Это очень тоже такой важный момент. Вы как бы поощряете его поведение, его развитие такими подарками целевыми. И сейчас ещё я вам... Вот слайды плохо открываются, уж извините, но будет несколько слайдов, книжки, которые я рекомендую почитать, посмотреть, потому что часто мне задают вопросы, вот где же можно посмотреть информацию, потому что не хватает часа, вы так по верхам всё рассказали, а вот глубину как же всё-таки рассказывать более конкретно. Вы же понимаете, да, что за час мы не можем научиться, скажем так, говорить, отвечать на все вопросы. Да у нас и не было такой цели с вами сегодня. Так, следующий слайд. Вот обратите внимание, давай поговорим про отношения. Хотя здесь написано 18+, эта книжка я рекомендую прочитать всем родителям и тем, кто осуществляет половое просвещение, потому что там, в принципе, все этапы психосексуального развития описаны, то есть все вопросы, получается, подняты. Вот рекомендую. Интересная книжка. «Взвидки я взявся» наша книжка переводная на украинскую мову и написана, тоже очень такая интересная. И «Кто у мамы в животике» — это для подготовки психики ребёнка к рождению второго малыша в семье. Тоже очень такая интересная книжинца. Вот очень интересную книгу нашла. «Женщины и мужчины» — это как раз по формированию гендерных стереотипов. Очень красочная. Ну, неоднозначная. Это перевод с испанского. Но такая... Есть над чем задуматься. Можно прям с ребёнком это всё обсуждать, показывать картинки и обсуждать. Очень интересно. Так. Вот это тоже очень много информации о строении тела, о строении гениталий, о физиологических процессах, которые происходят и с мальчиками, и с девочками. Тоже очень хороший момент. Это я, пожалуй, больше даже рекомендую медикам. Потому что простым языком написано, а не все медики могут говорить простым языком, так вот и сыпят терминами. А как раз половое просвещение заключается в том, чтобы о сложном сказать просто. Так, сейчас ещё. Следующий слайд. Так. Вот тоже сексуальная энциклопедия для подростков. Это уже для подростков. Про любовь и про секс автор Кащенко. Тоже для подростков. Очень так интересно описано. Есть. Отвечаю на всех. Вот сейчас немножко доходит информация. Отвечаю на все вопросы да. Но я тех родителей, кто на все вопросы да ответил, поздравляю, искренне поздравляю. Значит, вы уже достигли, по сути, совершенства. Значит, передайте свой опыт другим коллегам. Или используйте, вы уже, например, не родители, а вы социальный педагог, психолог. Пожалуйста, внедряйте свои родительские знания, навыки. Внедряйте на рабочем месте. Занимайтесь половым просвещением. Честное пионерское. Так, и еще я вам подготовила вот это вот для вас, коллеги. Литература для воспитателей. Значит, более такое, ну скажем, сложное чтиво воспитателю и сексологии Кагана, сексуальность в постсоветском мире, чтобы вы могли сориентироваться в сексуальной культуре. И вопросы гендера, это всегда очень чувствительная тема. Может быть, когда-то мы сделаем, проведем такой вебинар по... Хотя, то, что касается вопросов гендера, лучше проводить не вебинар, а встречаться вживую. Потому что я просто предвижу шквал вопросов, шквал обсуждений, несогласий и прочее, прочее. Тема очень неоднозначная. Вот. Очень часто родители спрашивают, как формируется сексуальная ориентация. И вот я тут несколько вопросов вы тоже задавали относительно сексуальной ориентации. Так вот, скажем, вот почитайте книжку «Предотвращение гомосексуальности руководства для родителей». Очень хорошим языком написано, очень понятным языком написано. Это и воспитателям, и родителям, это вот для всех. И, собственно говоря, если так кратко рассказывать, о чем это, есть такое понятие вторичной гомосексуальности. То есть, когда, скажем, происходит отклонение в половом воспитании, и ребенок не получает достаточной информации относительно его развития. Ну, например, так вот, если очень кратко, допустим, ждали мальчика, появляется девочка. Там, нарушение половых ролей в семье. Там, мама как папа, папа как мама. Плюс, когда формируется половое влечение, скажем, первый половой акт гомосексуальный. Плюс к этому всему, что нам говорят генетики, что определенный процент людей рождается с незаданной сексуальной ориентацией. То есть, незаданной. То есть, и поэтому для таких детей шансы гомосексуального развития увеличиваются. То есть, это не тема сегодняшней нашей встречи. Поэтому пока почитайте книжку, а будет ваш запрос, мы можем, допустим, сделать вебинар по нарушениям психосексуального развития. И тогда я много чего расскажу вам интересного. И, скажем, вот «Пять языков любви» Гарри Чемпена, это всем рекомендую прочитать, как раз он там пишет о пространстве любви. И очень интересная книга Карла Бриша, «Теория привязанности и воспитания счастливых детей». Вот он пишет о том, как формируется эмоциональная привязанность к матери детей. Она может быть гармоничной, она может быть тревожной, фобической и так далее. Почитайте, тоже очень интересно. Так. На самом деле детская мастурбация... Да, теперь вопросы, но у нас уже не так много времени осталось. На самом деле, в принципе, ранняя мастурбация до подростковая, она, конечно, опасна многими последствиями. И, как я уже сказала, если дети чувствуют одиночество, тревожно-мнительные, чувствительные детки, здесь самый лучший способ, скажем так, не запугивать, просто переключать их внимание, уделить больше внимания этим деткам, прикасаться, целовать их, рассказывать им сказки, читать сказки, уделить больше внимания. Поверьте, это всё окупится вам сторицей. Вот. То есть могут быть ещё моменты, скажем так, связанные с различными заболеваниями, которые могут приводить такой ранней доподростковой мастурбации. Это могут быть элементарные глисты, и это может быть просто нарушение элементарной гигиены. Поэтому, кстати, вот хороший вопрос, приучайте детей с ранних лет к гигиене половых органов в том числе, потому что со всем остальным особых проблем нет. Зубы вы учите чистить, там ушки мыть, личико мыть, тельце мыть. А вот за гениталиями ухаживать, опять же, вспоминайте, коллеги, вот эта вот табуированность в обществе, табуированность гениталий, она может привести к определённым печальным последствиям. Дети находят, там, допустим, гениталии не моют, опускают ручки, начинается какое-то раздражение гениталии, опускают ручки, начинают чесать половые органы, эротические переживания возникают определённые, ну, не переживания, а какое-то удовольствие возникает, ну, и фиксация на этом удовольствии. Вот поэтому гигиена тоже очень важна. Я не поняла, дорослыши на здоровье это о чём? Есть, да, есть такая программа была, такая программа была, дорослыши на здоровье, написанная программа для, обучающая программа, тренинговая для школьных психологов и учителей биологии, и учителей биологии, я читаю ваши, не смотрю на экран, потому что читаю ещё то, что вы пишете, и учителей биологии, по этой программе, я являюсь одним из авторов этой программы, и восьмидневный тренинг, пяти-восьмидневный тренинг, обучающий тех специалистов, и потом они в школе эту программу проводят. Да, она программа полового воспитания, но опять же, я ещё раз повторяю, я просто хочу, чтобы вы поняли прекрасно, программа полового воспитания, она должна быть, она должна быть на уровне государства, она должна осуществляться постоянно, потому что дорослишь и на здоровье, скажем, к сожалению, она не получила распространения такого, которого было запланировано раньше, чтобы во всех областях эта программа была внедрена в школы. Вот, и если мы всё-таки говорим о воспитании, то очень большая, большая должна быть активность родителей, родителей, потому что дети нуждаются в каждодневной информации, а не в какой-то такой отрывочной, локальной, такой акционной. Сегодня, потом через месяц, потом там через два месяца, или, например, на летние каникулы мы с вами позанимаемся, а потом до свидания. Потом будьте добры, сами что-то делайте. посоветуйте, пожалуйста, доступные обучающие фильмы для подростков. Я вам могу сказать, что вот есть такой мультик, когда девочка взрослеет, когда мальчик взрослеет. Это можно показывать и подросткам. Ну, в принципе, с 10 лет нормально, хотя они длинные достаточно, эти мультики, но их можно частично показать, прервать, поговорить, потом опять дальше продолжить. Вот, вот, пожалуй, самый такой ненавязчивый, ненапряжный и совершенно адекватный мультик, когда девочка взрослеет, когда мальчик взрослеет. Потом есть фильмы BBC «Мужчина-женщина». Сначала посмотрите сами, и потом подумайте, можно ли рекомендовать подросткам и каким подросткам. Вот си программищи можно против ваты. Вы имеете в виду, а, Ольга, если вы имеете в виду дорослишье, конечно, там, где эта программа внедрена, вот я знаю, что в Закарпатии, например, эта программа внедрена в систему петледипломной усвиты педагоги. И поэтому все, кто проходит эту программу, они могут в школе ее транслировать. Полгода или берут группу подростков и полгода работают или год целый в этой программе, потому что там 18 занятий, 18 занятий, и вот они рассчитаны на год или на полгода работы. Что-то еще хотела такое сказать. Да, и эта программа на старших школьников направлена, для старших школьников. Там такие темы поднимаются еще, и темы планирования семьи уже, ответственного родительства и так далее. что-то понимаете, просто, да, и возвращаясь к фильмам о подростках, но вот я смотрю на молодежные сериалы, ну, грустновато, конечно, грустновато. Если вы будете смотреть, например, вы занимаетесь половым просвещением в том числе, работаете с подростками, с молодежью, и вы можете взять любой сериал подростковый или какой-то фильм подростковый и, скажем так, включить его в свое занятие, то есть показать какой-то фрагмент, а потом начать обсуждать этот фрагмент. И вы получите очень классный срез, то есть как дети относятся к любви, к влюбленности, к сексуальным отношениям и так далее, потому что то, что сейчас транслируется и показывается в сериалах, очень часто такое, знаете, быстрая сексуальная близость, быстрые сексуальные отношения, то есть не совсем то, что мы хотим привить своим детям. Поэтому как с целью такой вот обучающей, развивающей, вы можете использовать любые фильмы, но те, кто постарше меня слушает, были такие фильмы в советские времена, называется фильм «Один из сто дней после детства и вам и не снилось». Ну, понятно, современным подросткам, если сейчас такой фильм показать, он, может быть, покажется слишком таким каким-то гладким, причесанным, что такого не бывает, но поверьте мне, когда показывают любовь мальчика и девочки, и как им сложно пробиться со своей любовью, как их никто не понимает вокруг, ни родители, ни дети, на них там стебутся, смеются над их такими нежными чувствами. я вам скажу честно, что любые дети, даже современные, такие они все, такие распальцованные, такие все крутые, все прям в инстаграмах, сидящие, все в социальных сетях, они все мечтают о любви, вот мечтают они о любви, они хотят нежности, они хотят отношений, и они просто скрывают вот эти свои желания за агрессией, потому что это, в общем, может быть, более привычный сценарий, который, в частности, и навязывает окружение, поэтому задумайтесь над этим, и стройте свои программы, и свое общение с подростками, исходя из этого, прививайте им любовь, но с другой стороны, как можно привить любовь, если, например, сам не живешь в поле любви, поэтому, как я всегда говорю, начинайте с себя, вот, мне тут подсказывают, спасибо, Анжела, фильм «Семь метров над уровнем моря», супер, посмотрим, коллеги, всем озвучиваю, фильм «Семь метров над уровнем моря», о первой любви, хорошо, отлично, спасибо, так, Сережа, вы можете мне подсказать, как еще пролистать вопросы, коллеги, мы сейчас уже заканчиваем, я сейчас еще пролистну вопросы, чтобы убедиться, спасибо вам, а, вот просто мышкой, да, спасибо, все, спасибо, спасибо, так, сейчас давайте еще раз, ну, тут что-то много по связи, так, да, пожалуй, я на все ответила, я на все вопросы, ну, коллеги, давайте так мы решим, вам всем большое спасибо за активность, я постаралась на все вопросы, которые увидела, ответить, если что, будем на связи, я сотрудничаю с центром знания, и вы можете ко мне обращаться, вы многие знаете меня, поэтому благодарю еще раз за активность, всем всего самого доброго, изучайте, учитесь правильно, нормально разговаривать, так, чтобы ребенок вам доверял, вас уважал, и со всеми трудными вопросами шел к вам, всего вам самого-самого доброго, я надеюсь, до новых встреч, счастливо, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч,